Епископ Досифия Глебов Ум. 17 марта 1718 года. Епископ Русской Православной Церкви. Епископ Ростовский и Ярославский. Биография по происхождению из дворовых людей Лопухиных. На протяжении всей жизни находился в дружеских отношениях с Яковом Игнатьевым, будущим духовником царевича Алексея Петровича. В юности они втроем с родственником Демида неким Абрамом, холопом боярина Лукьяна Лопухина ходили по монастырям и совершали паломничество. К святыням Абрам по сонному видению предсказал Демиду, что тот станет епископом, но его казнят и советовал не уходить от своего господина. Вскоре Абрам и Демид приняли монашество с именами Стефана и Досифий. С 1701 года Досифий был игуменом Сновицкого Благовещенского монастыря Владимирской епархии. С 1709 года архимандритом Суздальского спаса Евфимиева монастыря. В 1710 году местом его служения указывают Новоспасский монастырь. В эти годы Досифий становится близким человеком к семье князя А. Д. Меншикова, которому удачно предсказывает благополучное разрешение судебного разбирательства над ним. 17 июня 1711 года по ходатайству княгини Д. М. Меншикова он хиротонисан в епископа Ростовского и Ярославского часто посещал дома. Д. Меншикова в 1714 году освящал московскую фамильную церковь Меншиковых, храм архангела Гавриила, и церковь во имя Введения Пресвятой Богородицы на их московском дворе. В Ростове Досифий вел строительную деятельность, возводил и восстанавливал храмы, делал дорогие вклады в соборы и монастыри. 20 октября 1715 года во время службы в Авраамьевом Богоявленском монастыре епископ Досифий встретился с иноком Стефаном, который уговаривал его сложить в себя сан и удалиться простым монахом на Соловке. Досифий принадлежал к партии несочувствовавших нововведениям Петра, приобрел доверие бывшей царицы Евдокии Федоровны, с которой вероятно был знаком еще с молодости. 3 февраля 1718 года он присутствовал на суде над царевичем Алексеем Петровичем, а 19 февраля сам был арестован, обвинялся в заговоре в пользу бывшей царицы. Петр I 27 февраля добился для него от архиерейского собора лишения епископского чины извержения из духовного сана. Досифий сказал на соборе о настроениях в русском обществе, посмотрите у всех что на сердцах, извольте пустить уши в народ, что в народе говорят, доказательства его вины получали через пытки и предсказателей. Певчий царевна Марфа с двух пыток признался, что епископ Досифий хаживал к царевне, рассказывая ей о своих видениях и пророчествах, говорил, что царь за определенный скорый срок умрет, когда же это не сбылось, сказывал другие с руки и предвещал, что государь возьмет бывшую царицу, и будут у нее два детища, чего царевна желала. 5 и 6 марта Досифий не выдержал пыток и сознался, что желал смерти Петра и неоднократно пророчествовал, для того чтобы царевичу Алексею Петровичу на царстве и было бы народу легче, и строение Петербурга умолилось и пристало. 17 марта вместе с другими заговорщиками, казнен в Москве на Красной площади, колесован, по несоответствующей действительности легенде, зрелище пыток не удовлетворяло императора Петра. Ему нужны были показания, он наклонился над умирающим Досифием, что-то спрашивая, тот плюнул и скончался. Тело его с телами других казненных было брошено в огонь, а голова воткнута на шестую вместе с другими поставлена на высокой каменной стене. Источники Ефимов с. Московская трагедия. Россия 21. 1997. Русский биографический словарь. В 25 тонн. Под наблюдением А. Половцова. 1896-1918.